Дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш великолепный курс. И сегодня уже начался месяц Элуль, последний месяц года. Вот сейчас у нас только что солнышко зашло и начинается второе число месяца Элуль. Месяц этот, подготовка к Роша Шана, который день, когда мы отвечаем перед Всевышним за все, что мы сделали за отчетный период за этот год и месяц подготовки к тому, чтобы дать отчет. И я надеюсь, мы все подойдем во всеоружии. Во всяком случае, да, нам будет что сказать. Мы учили Тору, по крайней мере, каждое воскресенье вечером. Итак, недельная глава называется «Э», что означает «смотри» или даже «видь», начинается она с последних фраз 11 параграфа. Я посмотрел в прошлых курсах. Мы прошли 13 параграф, он очень мне нравится, и 14 параграф. Сегодня мы, я надеюсь, пройдем конец 11 и 12. Но на самом деле там немножко еще остается в нашем недельном разделе. Да, значит, книга «Дворим» начинается с параграфов, которые коротенькие, поэтому в каждом недельном разделе их получается иногда даже по пять штук. Итак, мы начинаем. Мы начинаем читать текст. На экране все видно, да? Так, сегодня все лица знакомые. Но для тех, кто слушает и смотрит нас в записи, я скажу, что, во-первых, курс наш идет уже с позже помощью третий цикл. Во-вторых, я заранее, иногда даже в пятницу удается, ставлю на нашу группу в Телеграм файл текста, который сейчас демонстрируется на экране, и файл слова, где все те слова, которые я вот так вот выделил зеленым фоном, да? Я даю перевод. Перевод с учетом того, что это слово означает в данном конкретном случае. Итак, смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие. Браха, мы знаем корень от этого же корня происходит каль. Каль – это легкий, несущественный. Слово калала, нет, не буду трогать эту сомнительную шутку, которая обыгрывает похожее звучание слов кал-кала через каф. Кал-кала – это экономика, от слова коль, и кал-калан через куф – это тот, кто все портит. Ну ладно, итак, я предлагаю вам, я даю перед вами благословение и проклятие. Каф-зайн, наверное, Анна продолжит, да? Да. Слышно меня? Да-да, конечно. Так, благословение. Если послушаете заповеди Всевышнего Бога вашего, которые я заповедую вам, сегодня. Да, совершенно верно, да. Благословение. В том случае, если вы беретесь исполнять, но мы не так давно читали вторую часть шмага, где это подчеркивается. Да, спасибо, все правильно. Значит, я обращаю ваше внимание на то, как написано вот это слово. Это слово. Митцвот. Да? Как мы видим, что слово читается именно митцвот, есть правило, что каждая буква должна иметь одно огласовок. Иногда оно нарушается, но не в данном случае. Во всяком случае, двух огласовок быть не может. Буква Цади имеет огласовку Шва внизу. Поэтому у нее не может быть огласовка Хулам, то есть Вав с точкой наверху. Поэтому Вав – это не что иное, как буква, которая читается В, которая имеет огласовку, просто отдельная точка, стоящая наверху. Хулам Хасер. Митцвот – это множественное число слова. Митцва – заповедь, да? И глагол с этим же корнем «Митцаве заповедую». Совершенно верно. Каф-хет. Кто? Наверное, я? Да, будем рады. Да, в данном случае «Элогим» читается совершенно спокойно, потому что это не имя Всевышнего, а это название как бы «боги-божки». Иногда это так. Прошу вас. Да. Так, пробуем. И проклятие, если не будете слушать заповеди Всевышнего вашего и отклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня. Так, лалехе, тахарей, и садись, идти за божествами другими, которых не знали. Которых вы не знали. Ло, я, да, тем, да, верно. Да, все правильно. Спасибо, Тимофей. Замечательно. Как это? Людмила. Людмила. Просим. ВЕХАЯКИ ЕВИАХА ЕВИАХА, да. ЕВИАХА АШЕМ ЛУКЕХА ЭТХААРЦ АШЕР АТА БАШАМА ШАМА. Шама лэришта вэнатата эд абраха альхар грезим вээд аклала альхар эваль. Эваль, да, прошу вас. Так, это у нас начало. И будет, что приведет тебя Бог Всевышний твой в страну, которую ты пришел туда. Завладеть ею и... Вэнатата, это я дал. Всевышний говорит, я дал. Просто я не вижу, где тут... А, Натата, извините, Натата. Даш ты, Даш ты, Натата, конечно. И даш ты благословение на горе грязи. Да. И это Маше говорится, да? Проклят, да. Ну, иногда это Слава Маше от своего лица, иногда он передает, слава Бога, да? И проклятие на горе Эваль. Да. Да, да, так. Проклятие на горе Эваль. Что это за горы такие? Давайте почитаем. Спасибо, Ламед. Спасибо, спасибо. Светлана у нас? Светлана, конечно. Так, просим, Ламед. Алло, Хема. Бе-эвер. Хайерден. Ахарей Дерих. Мево. Хашемеш. Бе-эрц. Хак-на-ни. Хайошев. Бе-рава муль. Хагилкал. 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 Эс. Элу-ней. Море. Море. Тора любит Светлану. Ей всегда попадаются очень интересные места, обратите внимание. И я люблю Тору, и я, очевидно, люблю Светлану, потому что я ей помогаю. Верно? Да, помогаю. Да? Итак, что такое ха-ло? Ло – это отрицание. Ага, вот с этим, с этой огласовкой – это не артикль, а вопрос. Разве не? Да? Хэ-ма – то же самое, что хэ-ма. То есть горы. Гар-арим – горы. Вот ведь они, или не они, ли. Ба-эвер-хайерден. Так? Эвер-лавор-абар. Переход на той стороне. Ярдена, теперь. Ах-рей-дэрэх мэ-во-га-шэмэш. Шэмэш – знает, да? Мэ-во-га-шэмэш – приход солнца, то есть восход солнца. Ах-рей-дэрэх – после пути восхода солнца, да? Да? То есть в той стороне, где восход солнца. Ведь действительно подходили евреи к Ярдену с западного берега и должны были перейти на восточный берег, да? Так? Ба-эрэц ха-кна-ани – это, пожалуйста, ну, Светлана, скажите нам. Земли кенанской. Совершенно верно. Ха-йошэф ба-а-ра-ба. А-ра-ба, а-ра-ба. Мы обычно переводим как пустыня, да? Так? А-йошэф? Это про кого сказали? А-йошэф? Вот про него. Так, алло-алло, да? Я жду вас. А-а-а, я жду вас. Значит, хананец, который сидит в пустыне. Муль, помните? Муль напротив. Против – это название. Гильгаль, что это? Местность определенная, да? Против Гильгаля. Эфель – это буквально «у» рядом с Элоней-море. Элоней – это дубра. Вы от слова «аллон» – дуб, да? Море – это название. Море – это буквально «воспитатель». В современном рите море – это учитель. То есть дубрава, учительская дубрава. Тут, наверное, учителей сравнивают с дубами. Я имею в виду здоровье и, как это сказать, моральную устойчивость. Я прав, скажите мне, да? Конечно. Ну, поскольку я сам учитель, 38 лет, я имею в виду права так сказать. Так, прекрасно. Так, спасибо, Светлана. Теперь Юлия, да? Добрый вечер, добрый вечер. Вы шафтэмба. Ба, совершенно верно, да. Так, киатэмб, потому что вы, оврын, переходящий Ардан, лаво, чтобы идти. Чтобы поесть, чтобы дам. Ларешет. Ларешет. Это унаследовать, по-моему, если понятно. Да, 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 можно сказать так, да. Землю, которую Всевышний дает вам. И Риштэм. Риштэм, это продолжение. Унаследует ее. Да, тот же глагол, да. Ларешет, Яруша, Ларешта, да, все это, да. То есть ее, ну, и осядете в ней. О, совершенно замечательный глагол. Осядете, осесть, это поселиться постоянно. Да, вишафтэмба. Да, все правильно, спасибо. Спасибо, Юлия. Теперь, наверное, моя очередь, да? Анна, у вас список перед глазами, да? Да. Так. Ушмартэм лаасот эткола хуким веэтамешпатим, ашер анухинотэн лихмихэм гайом. Ушмартэм, конечно, корень шамар, охранять, сохранять. И блюдите себя, да, охраняйте, будьте внимательны, чтобы делать все хуким, все законы, и все мишпатим, и все установления. Собственно, и то, и другое, значит, примерно одно и то же самое. И можно перевести одним словом. Но хуким – это законы надрациональные, мишпатим – это законы, которые можно понять разумом. Которые я даю перед вами сегодня. Это слова Всевышнего. Закончен одиннадцатый параграф. Начинаем двенадцатый параграф. Так, он не очень большой, я надеюсь, мы успеем. В основном, тут вот вначале есть интересные слова. Ну и в конце тоже кое-что есть. Пожалуйста, Анна, Алиф. Анна, Алиф. Как Тишмерон. Как Тишмерон. Соблюдайте, которые вам соблюдать, вы будете соблюдать, чтобы соблюдать, чтобы исполнять. Да. Земле, которую Всевышний Бог вас ждал, отцам твоим, а Бог отцов твоих. Вот так вот. Всевышний Бог отцов твоих. Дал тебе для овладения во все дни, которые ты, вы, теперь получается вы, живете, будете жить на земле. На земле, да, совершенно правильно. Спасибо. Спасибо. Так, теперь Тимофей обратит внимание вот на этот глагол, и я уверен, переведет его правильно. Да. Так, верно. Что означает этот корень Алиф, Бет, Далет? Подсказку я же так бы не догадался, наверное, что надо изгнать, разрушить. Истребить, да. Истребить, разрушить. Да. Часто этот корень ученики путают с Абад через Айн, что значит работать, обрабатывать, да. Есть слово Абада через Айн, лаборатория, то есть там, где что-то делают, а есть Абада через Алиф. Такого слова, правда, нет. Но если бы оно было, оно бы означало место, где все теряется, да. А Шават АВейда – это возвращение пропажи, да. Итак, иска истребите, уничтожьте. Абед Табедун, да. Это императив, да. И дважды повторяем корень до усиления смысла. Обязательно уничтожьте. Это кола мекомод. Все места, которые, здесь уже Авду через Айн, в которых служили, там народы, которые вы изгоняете. Йошим – это буквально «наследуете им». А, да, в котором «наследуете». Так, божества на горах высоких. Божества, то есть эти народы на горах высоких, да. И на, вот это буквально, на холмах и под каждым деревом свежим, правда? Свежим, да, то есть цветущим, да, зеленеющим. Да, «лераанен» – это обновить. Ну, например, файл, к которому что-то там подзаписывается, да, обновить его, значит, сохранить его в новом составе. Да, совершенно верно, Рано. Спасибо, спасибо. Так, и Мелчей. Людмила. Людмила. Можно про вот «рэшет»? Это именно наследие, да, а не владение? Да. Да, да, именно. Просто какое-то, вот немножко, мне кажется, странное. Юрэш, юрэш. Ага, значение «наследовать», то есть за другими народами или как-то вот это странно. Я тоже вот тут сейчас только обратил внимание, да, тут вот как написано, «лэрэшет», где же мы тут? Да, юршим, отам, эт элээйгэм. Да. Вы, наследие… Да, там почему-то переводится как «изгоняйся». Юршим. Да, да, я это тоже встречал, такой перевод. Ну, юрэш изгонять. Я знаю, что «гараж» это изгонять. Горэш, герушин. Хорошо, поверим в нас. Надо будет проверить. Вообще-то, юршам. Во всех предыдущих тоже вот, да, суким, все время наследуют. Ну, наследуют обычно… Да, 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 именно так. Родственникам, а тут как-то непонятно, за кем наследуются. За отцами, ты уж скажешь, земля отцов своих, которые тебе Всевышний дал. Земля, которую Всевышний обещал отцам, ну, там у отцов там… Вот это юршим, может быть, другой корень. Это понятно, почему наследуют и сразу идут народы. А где? А Людмила, а конкретно что у вас? Там конкретные тексты. В каком контексте он устраивает? То, что я сказала, не могу ничего добавить. Ладно, хорошо. То есть юршим вот там… А, вот все вижу, идет народы, которых вы изгоняете. Да, да, да. Вот почему юршим тут изгонять. Посмотрите, нет никакого раши, какого-то комментария на это. Я что-то не обратил внимания, только вот сейчас заметил. Послушай, может быть, которых вы наследуете, которых вы наследуете. Вот я тоже думаю, но после этого идет… У меня во всех переводах именно изгоняете. Изгоняете, да. Если иметь в виду, наследуете предкам, то есть вы переходите Иордан и наследуете предкам, которые там жили, это имеется в виду раньше еще? Нет, я думаю, что вы должны уничтожить, разбить, а дальше кого? Тех народов, которые вы наследуете. Тех народов, землю которых… Земля, которая переходит в вам. Это понятно. Да. Почему после этого идет Элогия и Гэп? Их богов. А это продолжение первого, что надо разбить-то, Авдун? Может быть, такая эллиптическая конструкция, да? Мы приходим к тому же месту, да? То есть вы должны уничтожить все места, которые работали, служили там народы, землю которых вы наследуете, да? Служили тому, богам своим. Да, да, наверное, так. Наверное, так. Спасибо, Натан. Замечательно, да. Мбэ. То есть получается наследовать можно не только за своими предками, но и за врагом, которого разбили? Получается так. Как это называется? Трофей? Про землю так не говорят. Вы наследуете… Да. Потому что кто тогда там жил, вот еще до того, если иметь в виду предкам? За какими предками они могут… Ну, смотрите, ханадские народы поселились там самовольно. Есть такой комментарий, но Авраам пришел туда, когда они уже там жили. Другое дело, что все изначально предназначил эту землю до избранного народа, которым сейчас, мы знаем, являются евреи. В общем, тут такое очень неоднозначное слово «наследовать», да, получает этот Рашид? Нет, почему? Я думаю, что это вот Юршим, мне кажется, что это может быть связано больше со словом не с русским «наследовать», от слова «след». Хотя это тоже смысл по их следам идти. Может быть, здесь это больше Рашид, в смысле, ты получаешь право на владение вместо них. Рашид – это владение как раз, да? Есть два смысла, да. Рашид – это право. Позволяйте разрешать. Вот тогда, может быть, Ершум, вот там это у нас земли или все-таки народы? Ну, конечно, земли. Земли? Нет, земли, земли, на которых народы. Вот там. Да. Да. Хотя это правильно, что это звучит очень близко по созвучию, да, «легареш вейларешет». Действительно, похоже. Это, наверное, связано с тем, что по схеме еврейско-израильской, что «наследование» получалось в результате Геруша, в результате изгнания. Вот еще «эт Элокейхем» как бы «наследуете Всевышнему», то есть как будто он им представляет. Это их боги, их идолы. А, это их. Да. Да, да. Я думаю, вот этот конец, конец – это прямое продолжение начала. Абет, Абдун, а дальше вот самый конец – это Лоэ. Окончательно их погубить, разбить, убить и так дальше. Ликвидируйте. Симуль, дай я читать. Да. Да. Так, теперь мы подождем данный имел. Венит... Венит... Ста... Тем? Ой. Венит... Венит отц тем. Венит отц тем, да. Да, да. Да. — Ой, у меня тут картинка загораживает. — Так. — Внизу ваша фотография. — Так? Так лучше? — Да, спасибо. — Я просто не вижу свою фотографию. — Вы ее можете сдвинуть, зацепить и подвинуть куда угодно. Я не обижусь. — Ладно, не буду сейчас экспериментировать. — Так, так. — Опять у меня куда-то прыгает. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Так, наверное. Тут много интересных слов. — НИТАЦТЭМ. НИТЭЦ — разбивать, дробить. То есть разбить на мелкие кусочки. — Разбить их жертвенники. — Совершенно верно. Жертвенники. — Это сочетание как-то… — Сломайте их жертвенники. — А, их в смысле, эти жертвенники их. — Сломайте их мацева. — Их вот эти стелы, да, как камни. — Стелы, совершенно верно, да. Мацева называется вертикально поставленный камень. Он использовался для того, чтобы жертву приносить перед ним. — Да. — И который их… — Ашер-Хэм. — Да. — И который их… — Ти-С-Рэ-Фун. — Так. — Сожгите в огне. — А Аш-Рэй-Хэм. — Аш-Рэй-Хэра — это имя ханаанской богини Бладородия, но здесь имеется в виду дерево, посвященное вот этой богини, то есть дерево, служившее идолопоклонству. То есть… — А дерево подразумевается в смысле… — Священное богинство, да. — Нет, вот растет дерево, которое священным считалось. — Да. — Это дерево надо рубить. — Да. — Ну, я имею в виду, что в самом слове Аш-Рэ-Хэм тут нет слова «дерево» ведь, да? — Нет, нет, нет. Это отдельное слово. — Упсилэ и идолы их богу. — Упсилэ и идолы их богу. — Упсилэ дэ-ун. — Так. Это тоже значит… Сейчас, минуточку. Я это… Почему-то я забыл это перевести. Ну, имеется в виду тоже уничтожить, истребить. Но какое-то другое тут значение. — Ле гаде-а. — Гиммел далит айн. — Вот тут я не могу сказать. Мы попросим, наверное, Анну посмотреть в словаре. Конкретно это слово. — Какое слово? — Я забыл перевести, да. — Вот это тегаде-ун. — Тегаде-ун — это тоже отрезать, отрезать, ампутируть. — Конечно, да. Послушай, это этот самый Гидим, Гидим. Кого назвали? Как Гидим однорукого? Трумпельдорф — это отсюда. — Подожди, айн. — Айн, да, я думаю, ликдо — это… Ликдо — это действительно отрубать, отрезать. — Ага. — Так, так, так. — И поэтому Гидим, его же звали Гидим однорукий. — Ага. — Отсеките их идолов. — Да, идолов срубите, разрубите, да. — А, ну тоже из дерева. — Разрубить, да. — Нет, это имеется в виду, жертвенник — это камни, несколько камней положены для того, что столб — это именно просто как природный, природный камень, который… — Тегад-у, да. 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 — В силе это Песел — это же идол? — Да, из вояне. — Какое-то ручное изображение, да. — Так, да-да-да. — Не слышно было, Анна, не поняла, что… — Песел — это просто скоптовлено руками, некое… — Ну, иссяките, видимо, этот Песел, да? — Ну да. — И уничтожьте их имя, их… — Да, их имена, да. — Из места того? — Совершенно верно. — То есть не должно остаться… — Переименуйте, если в честь каких-то идолов что-то называют, то переименуйте. — Да. — Да, совершенно верно. — Мы не должны пользоваться именами идолов, идолопоклонства, да, называя какое-то место или даже упоминая какую-то дату. — Вот в английском языке, допустим, «Дни недели» — это явно отголоски скандинавского язычества. — Ну, нет такой лохи, чтобы нам не говорить, допустим, «Насанды-манды», но… — Ну, в иврите… — Воскресенье тоже… — Послушай, но воскресенье по-русски тоже, как бы, понятно, что это связано с воскресеньем. — Ну да, так и название месяцев тоже самое, там, сети, февраль, да. — В общем, наследили, да, товарищи. — Поэтому я всем рекомендую переходить на «ем решен, ем шини». Эти дни отчитываются от субботы, совершенно чистая вещь. И еще хочу обратить внимание, я не знаю, вы обратили мали нет, интересно, это же слово «песель», да? Это однокоренное со словом «пасуль», «псолет». То есть «псолет» — это вообще отбросы. — Негодные, да. — Да, а «пасуль» — это негодный, и это точно наверняка как бы связано одно с другим. Бедные, бедные, бедные скульпторы, которые делают псалимы. — Да, да. — А я как раз подумала, перейти, что ли, на «ем решен», но так в размышлении как раз вот сейчас подумала, что меня все-таки в России не поймут большинство народов. — Да, в России не поймут, но в Израиле первое, что делает человек, переходит, потому что иначе можно сойти с ума, потому что кроме вот этих концептуальных вещей, про которые мы говорили, то получается сдвиг на один. Понимаете? Потому что «ем решен» — это воскресенье, а не понедельник. — Все время заграссовывать в голове, да, это сложно, наверное. — Да, да. Самое первое переходит на «ем решен», «ем решен», потому что иначе просто невозможно, запутываешься. — Да. — В древнерусском языке называлась «неделя», по-украински, по-моему, по-украински. — Да, да. — День, когда ничего не делали. — Не делали. — Да, да. — Это «суббота» называлась раньше, да? — Нет. — Нет, в неделе они называют «воскресенье», потому что их выходное воскресенье, да? — А «суббота» был обычный день, в принципе, обычный. Неизвестно, что было до новой эры, что было в языке, поэтому сложно, наверное. До новой эры славянских языков не существовало в природе, поэтому говорить о «ем решене». — Да, поэтому тут сложно. А до того, как на Русь пришло христианство, это в каком там веке было? Что там было в языке? — В 880-й, по-моему, кажется, так они это обозначают. — А где-то в 11-12 век начались очень сильные изменения в русском языке. Ну, в общем, это уже, да, другой вопрос, понятно. — Можно вопрос про Моцеву еще? Вот вы сказали, что это вертикальная языческая, да, я так понимаю, конструкция. А сейчас же Моцева — это еще как надгробие, да, считается? — Моцева — это называется надгробие, да. Но, кстати, говорят, традиционные еврейские надгробия лежащие, горизонтальные. Хотя иногда ставят вертикальные, это не так уж принципиально, да. — Товарищ, но мы не успеем вообще тогда ничего прочесть. — Да. — С каждым словом мы ничего не успеем. — Да, давайте, давайте двигаться дальше. — Давид, кто возьмет? Чья очередь? — Светлана, Светлана. Она только здесь. — Где это, Давид? Господи. — Вот, я его выделил, вот, пожалуйста. — Не делайте подобного для Господа Бога вашего. — Да, совершенно верно. Да, точно. Не делайте буквально так, да, для Бога вашего. Да, да. А что же тогда делаете? Спасибо, спасибо, Светлана. — Хей? — Кто? — Юлия. — Юлия. Так, слушаем. — Да. — Кима... — Вата Шамма. — Шама. — Я хочу спросить, вот все читают Элу Кейхам, то есть правильно там К читать? — Ребята, дорогие, я повторю, когда мы читаем то или говорим благословение, да, мы имеем право произнести имя Всевышнего А до Най, да, Эло через Эй, да. Теперь на всякий случай, на всякий случай, когда он просто в разговоре, да, говорим, мы вместо имени Всевышнего говорим Хапшем, то есть то самое имя, и Эло Кейну или Эло Ким, заменяя букву Эй на букву Ка. Но это еще раз относится именно к имени Всевышнего. Когда мы с вами на уроке, чем мы занимаемся? Мы же не просто иврит учим, мы читаем Тору, мы изучаем полуроз с точки зрения иврита, да, поэтому мы имеем право имя Всевышнего прочитать как Эло Гим, Эло Гейну, да. Теперь здесь часто слово Эло Гим встречается в значении боги других народов. Это слово не только по форме, но и по сути стоит во многом числе, то есть боги, с маленькой буквы в русском языке пишется боги, да, и читается так, как оно написано Эло Гим Ахирим, да, поэтому мы совершенно спокойно можем читать так, как написано. Тетрограммотон мы читаем как А-ДО-Най, да, и слово Эло Гим мы читаем через Эй. Имеем полное право. Я просто не хочу вас, да, я одну ошибку у вас исправлю, я даже, наверное, две маленькие ошибки. Вот этого слова Ласун через Син, да, и где-то вот, по-моему, букву Хафы не так прочитали, но неважно. Давайте попробуем перевести. Ки-Им. Потому что... Ки-Им. Ки-Им это Сы. Ки-Им это Есмир, а Ки-Им это как бы противопоставление. Не делайте так вашему богу, а что же? Ки-Им Эль Амакум. Но... Давайте переведем это просто как Но. Но к месту. Дальше. Которое выберет всего Иссона. Среди всех... От всех или среди всех... Из всех, да. Ваших племен. Обычно говорится как колено, да, племена, да, из всех ваших племен. Теперь Ла Сум я выделил. То же самое, что Ла Сим. Да. Корень тот же. Мы обычно говорим Сим, да, но Юн и Вав, они иногда чередуются. Не часто, да. Итак, положить, поставить, установить. Имя его. Там? Да. А теперь Ле Шахно. Однокоренность. Да, да, да. Шхеним. Мишкан. Установить. 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 Да. Да. В данном случае дорешу. Да. Вот смысл этого глагола, наверное, он относится к самому началу. Но к месту, которое Всевышний выберет, да. Для того, чтобы установить там имя свое. Тидрышу. Да. То есть, ну, в данном случае, наверное, стремитесь, да. Обращать. 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 И идите туда. Ага. Да, пожалуй. У вата шама. И придете туда. Да. Что это за место? Обратите внимание, Всевышний не называет, что это Ярушилайя было открыто только Давиду. Поэтому во всем Хумаше, да, во всех пяти книгах, пяти книжах Ярушилайя не присутствует. Разве что город Шалем, царем которого был Малхицедек, да. Вот, скорее всего, это имеется в виду именно Ярушилайя. Так. Итак, Вав, спасибо, спасибо, все правильно. Ласун, ласун, то же самое, что ласин, да? Да. Да. Так, Вав читаю я. Да. И так, тут идет перечисление. И принесете, и будете приносить туда шаба, что «Олло тейхем» от слова «Олла» – жертвы всесожжения, так называется жертва, вся туша жертвенного животного сжигается и поднимается, всесожжение, «Олла» поднимается, да, «Веззивхейхем зевах» от слова «Лизбуах» зарезать, да, и другие жертвы, которые зарезаются, «Маасру тейхем» от слова «Маасар» от слова «Эсер». Десятины ваши и «Трумат етхем», да, возношение руки вашей, так, «Ве нидрейхем недер», то есть жертвы, данные по обету, по обещанию недер, «Ве нидревотейхем недава» – это добровольное жертвоприношение, «Увэ хорот бекархем» и первенцев вашего, «Бакар», крупного рогатого скота, «Ветсонхем» и мелкого рогатого скота. Есть, Зайин, Анна, Росин. Так, сейчас я скажу просто тут о речи том, что нельзя, когда вот евреи завоюют землю Ритаванну, и будет установлено место, где будет стоять мешканц, он нельзя будет приносить жертвы, где в любом месте, а только в определенном месте. Да, верно, жертвоприношения с момента, значит, установки постоянного храма, да, уже были возможны только на этом месте, да, и даже теперь, когда храма нет, мы не можем производить их ни на месте храма, ни на каком-либо другом по причине ритуальной нечистоты. Так, Зайин, прошу вас. Так, Так, ешьте там, вот в этом месте, в котором будет определено для жертвового служения, слушайте там перед Всевышним Богом вашим и радуйтесь. Вы, вы, Холь, Мишлах, я, Дейхим, интересно, всякому посланию, получается, посыланию руки вашей, произведению руки вашей. Да, смысл, куда бы ни послали вы руку вашу, да. Вы, ибо Тейхим, и дома ваши, но имеется в виду семейство вашей, семейство вашей, которыми благословил Господь Бог, благословил тебя Господь Бог твой. То есть благословил, это имеется в виду все то, что вы получили, за что вы благодарите Всевышнего. Да, хорошо. Верно. Спасибо, Хэт. Не делайте все, что мы делаем здесь сегодня. Человек, каждый человек, что прямо в его глазах. Что кажется прямым, правильно в глазах его, совершенно верно. Да. В книге Шофтим эта фраза неоднократно повторяется, да, то есть не было власти в Израиле, и каждый делал то, что считал, то, что было прямо в его глазах, совершенно верно. Да. Значит, здесь говорится о том, спасибо, Тимофей, что пока не установлен храм, мы можем приносить жертвоприношение, где вздумается в любом месте, но как только храм установлен, уже такой лафы нет. Тет, пожалуйста, кто? Не пришли вы до сих пор. А, да, до сих пор, совершенно верно. А к Мануха – отдых, отдохновение, да. И к Нахала – это владение, которое Всевышний Бог дает вам, тебе. Да, да, да. Кто-то, может быть, был в городе Рхобот, там есть улица, которая называется Менуха Венахала, в религиозном районе, красивая такая. Да, речь идет, Раша поясняет, что место покоя – это храм, где был переносной хлам, Шало, а место удела – это Иерусалим. Ага, да, да, спасибо. Так, замечательно. Так, Юд. Светлана. Да. Ва вартем, эт хайрден, вишавтем, ба арец, ашер радунай элехехем, манхиль, эт хем, вехениах, вехениах, лахем миколь... Что это? Ой, 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 ой. Да, красиво слово, да. Да. Вишавтем, ба арец. Бетах. Бетах. Бетах, я видела. Да, да. Бетах. Да, да, да. Ну все, в вашу очередь, Илья. Я сделал свою работу. Ну, Светлана, вы скромните. Авар, тэк, авар. Авар перейти. Да, и перейдете вы. Кого? Это ерден. Да. Вишавтем, яшав, яшев. Ба арец. И поселитесь в стране. Ашер хашем, галу кейхем, манхиль, который всевышний бог ваш. Что такое манхиль, да. Тот же корень, что словно нахалада. И вот в наследственное владение. Манхиль. Так. Эт хэм. Вас. Да, вам. Ве эниях лахэм. Ну, ах. Это буквально удобство спокойствия. Миколь ой вей хэм. И имеется в виду, что Бог вас, вам обеспечит спокойную жизнь. От всех ой вей хэм. Ну, как вы думаете, слово, которое так звучит? Ой вей. Что должно означать? Конечно же, враги. Мик. 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 Уверенно. Безопасно. Да. Ботэях. Это полагаться. Битуах. Это страхование. Или безопасность. Мисрата. Битахон. Это министерство безопасности. Есть у нас такое. Спасибо, Светлана. Все очень здорово. На секундочку, просто хотела спросить, так ой-вей действительно от слова «враги» или «други»? Ой-вей враги? Я имею в виду, как сейчас говорим, да? Ой-вей-вей, ой-вай-вой. Ой-вей, да. Это просто звук подражания. Это во многих языках говорят. Вай-вай. Вай-вай. Вай-вай, да, Сашал. Вагаяг Макум Ашир Ибхар Ашем Малохейхем Бо Лешакен Шмо Шамшама. Шама Тавиу? Извините, мне не скучно читать. Так звать сладко. Ла-шем, или вы можете прочитать, как написано, то есть не как написано, конечно, а как мы говорим в молитве, да, хорошо, да, 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 все правильно. И будет место, которое я выберу, выберет Всевышний в нем, установить имя там. Теперь Шама Туда Тавию приносите. Это все, что я заповедовал вам из ваших вот этих жертв, которые поднимаются, изжигаются и которые… Из всесожжений, из жертв, да, теперь от слова эсер десять, это десятины. Десятины, и поднимайте их… Нет, трумат, 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 поднимание, поднимать, поднятие вашей руки, то есть то, что вы подняли, да, подняли на духовный уровень, то есть был какой-то продукт, да, вы передали его в храм и тем самым вы его подняли. Дальше – это все из выбора, из выбора… Да, 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 весь выбор Мид Рейхэм, Недер, Недер, Аббетов, Блин, Недер, да, которые… Которые вы дадите… Дадите Всевышнему. Дадите Недер, да, что вы пообещаете Всевышнему? Дадите Недер, да? Да, все верно, это была Юлия, да? Да, 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 это была я. Пропал сигнал. Спасибо, Юлия, так, Юд, Бет, очевидно, я, да? Да. Итак, усмахтем и радуйтесь. Симха, перед Всевышним Богом вашим вы и ваши сыновья у вашей дочери. Обратите внимание, что бен бат, но баним и банот, да? И ваши рабы, эвет, и что такое им готейхэм? Ам готейхэм, извините. Слово ама означает рабыня. Есть еще другое слово ама, это локоть, мера длины, да? Так вот, множественное число очень нестандартно. Буква гэй остается, она не выпадает. Ам готейхэм. И левит, который во вратах твоих, то есть сидит, который постоянно проживает на территории твоего колена, потому что нет у него, то есть у левита, части и наследия вместе с вами. То есть земельного надела колено леви не получило. Есть. Так, спасибо, Югимел. Прошу вас. И берегись, береги себя. Чтобы не принести вот этого ола всесожжения, не произнести всесожжение на всяком месте, которое увидишь. Да, да, совершенно верно. Потому что, потому что уже установлено место жертвоприношения, это мешкан. Мешкан, да, это говорится о периоде, когда уже установлен храм. Спасибо, Анна. Юд Далет. Я думаю, что по одной фразе мы прочитаем один цикл, да, и до конца мы сегодня доходить не будем. Так, и пока не забыл, у меня к вам предложение. Я очень надеюсь, что Роша-Шана и Йом-Кипур не пройдут мимо вас, не задевши вас совсем. Поэтому, если есть желание перед вот этими днями разобрать что-то из молитв, да, говорите. Не очень большие куски. Молитвы, тексты, их вы можете найти даже в интернете, и перевод их тоже есть, да. Но определенные вещи, если будет желание разобрать, мы вполне можем часть нашего урока посвятить этому. Итак, спасибо. Спасибо, Юд Далет. Чей? Мой. Просим. Переводим. Потому что в месте, которое изберет Всевышний в одном из колен твоих, там возноси жертву все сожжения твои, и там делай все, что я заповедую тебе. Мецавека заповедую тебе. Совершенно верно. Снова мы в начале этой фразы видим конструкцию ки-им, это противопоставление, но на месте том это делайте. Спасибо, Тимофеич, что правильно. Тимофеич, что правильно. Я потерял немножко, да? Я потерял немножко, да? Я потерял немножко, да? Йохлену, да, правильно. Йохлену, да, совершенно верно. Ка-цви-вэ-ха-я-ль? Да, точка, да. Только во всем ават. Ава – это желание, такое есть архаичное слово. Души твоей. Да. Так. Тис-бах ты будешь зарезать. И будешь есть мясо как благословение. Как благословение Всевышнего, да, Бога твоего. Он дал тебе во всем… Во всех арха, во всех вратах твоих, то есть где бы ты ни жил, да? Теперь имеется в виду, что есть мясо жертвоприношений. Ты приносишь жертву, и если это не олла, которая полностью сжигается, да, то часть мяса достается тебе. И это мясо имеет статус святого, да? С ним ты должен находиться особым образом. Но ты имеешь право просто зарезать животное, да, чтобы есть мясо, ради того, чтобы есть мясо. И это может есть кто? Га-тамэ ве-гатаго. Йо-х-лену. Чистый и… Тамэ. Тамэ – это не чистый в ритуальной чистоте. Тагор – это чистый, да. Йо-х-лену будет есть его, то есть это мясо, да, как цви, как оленя, и как аяль, и как горного барана. Или иногда переводится… Не расслышала. Тамэ – что это? Тамэ – это не чистый, ритуально не чистый. Человек ритуально не чистый не может есть от мяса жертвоприношений, да? Но мясо, зарезанное ради того, что просто есть мясо, может есть и не чистый тоже. А почему здесь указано вот эти два животных? Потому что они кошерные, но не домашние, из них не приносят жертвоприношений. Если ты поймал оленя, да, и не повредил ему при поимке, да, то есть он остался здоровым, да, или если он, скажем, просто приблудился к тебе, да, ты имеешь право его зарезать и есть его мясо, зарезать, естественно, кошерно, да, но как жертвоприношение он не годится. Так вот, точно так же можно зарезать, например, корову, да, чтобы есть ее мясо. Это может есть и чисто, и не чисто. Да, совершенно верно. А вот йо-х-лену – это что за форма? Йо-х-лен, от-то, от-там, будет кушать их. А тут ну ведь его. Это не мы, это не множественное число первого лица, а ну это, к какому слову это относится? Его. Его, да, его имеется в виду мясо. Мясо, мясо. Да, 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 да. А что за форма глагола, если без суффикса? Йо-х-эль. Он будет есть? Нет, нет. Вы будете кушать его. Да, его, то есть мясо. А нет, а почему? Йо-х-эль, он. Он будет кушать его. Он будет кушать, он, да. Чисто и нечисто. А, в смысле, чистый и нечистый. Да, да, да. Йо-х-йо-х-йо. Вообще, встречается, например, форма Йо-х-лугу, будут есть его. Но здесь вот такая форма. Интересно. Да. Да. Да, есть, спасибо. Точно, Светлана, видите, у вас замечательно получилось. Так? Ти-ш-пэхэн, выливает его в корень шафах. Шафах. Да. Да, верно. Так? После Светланы еще нам прочитает Улия, да, наверное. Ти-ш-хэн. у в хород, в карха, в цунеха, в холь недариха, ашер джидор. Не сможешь, это от слова ехоль, а здесь ле холь от слова охель, похожие корни. Не сможешь кушать, то есть ты не должен кушать биш-ареха, то есть во вратах твоих, там, где ты живешь. Что именно? Маасар деган ха, то есть десину твоего чего? Десада твоего. Твоих зерновых, да. Дальше. Тирош. Тирош, не знаю это слово. Тирош, это виноградный сок. Иц-хар, это оливковое масло. То есть три главные продукта, это зерновые, оливковое масло и виноградный сок. Ну, во всяком случае, в те времена так считалось. То есть от них десятина отделяется, согласно Торе, от остальных плодов, согласно постановлению мудрецов. Так, и первородных в каретную, которая, по-моему, рогатая, да? Это боги, да. И цуанеха, ну это тоже стада. Это мелкий рогатый сок. И все вот эти нэдер... Нэдер, то, что ты, да, то, что ты пообещал. То, что ты... Да. Который пообещал, да. Так, нид... Ашкартидор, который ты пообещаешь. Ну, что такое нэдер, это понятно. Человек обращается ко Всевышнему, да. Если все будет у меня удачно, там, скажем, я не заболею, или вот благополучно выигрываю дело, или получу прибыль, то тогда я дам Всевышнему то-то и то-то. Вот это называется нэдер. Вот то, что он пообещал, это и есть нэдер. Его он не имеет права съесть в своих вратах. А где он должен съесть? В храме, да. Дальше, в нидвотеха, это просто добровольное приношение, да. Это если он ничего не хочет замен, так? Да, скажем так, да. Доброты душевной, да. И благодарности чаще всего там. Благодарности, да. Какое-то удачное-удачное там, ребенок родился, там, допустим. И трамат ядер, ну, тоже возношение из рук. Да, возношение руки, да, поднятие. Да, да. Все ясно, да. Ну, спасибо. Если хотите, давайте еще одну фразу, я прочитаю. Прочитайте, вы там, для завершения. Прочитаю, да, в завершение, да. Юдхет. Ки им левнея шем елокеха, тохлену бамаком ашер евхара шем елוהеха, бо ата увинха, увитеха, вавдеха, вааматеха, ваалеви ашер биш ареха, весамахта левнея адонай елוהеха, бехоль мишлах ядеха. Но перед Всевышним Богом твоим кушайте это, кушайте их, да, в месте, которое изберет Всевышний Бог ваш в нем, в нем, то есть в этом месте, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который во вратах твоих, и радуйся пред Всевышним Богом твоим во всех делах рук твоих, то есть во всем, куда пошлешь ты руку свою. Ну вот здесь мы, наверное, остановимся, тут можно дочитать. Вот единственное слово у меня тут осталось в словаре, давайте я сейчас вам его зачитаю. Накаш стучать, ударять, да, здесь Пентинакеш, а Харайем, да, чтобы не пойти за ними, да, какой тут может быть перевод, я думаю, вы найдете, да, а, бехоль, нет, 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 это не сюда, да, да, хорошо, на этом мы сегодня закончили, да, вот прочитали мы что-то вроде. Пентинакеш, послушай, Пентинакеш, я думаю, здесь от Мокеш, Пентинакеш это Мокеш. Попасть в ловушку, иметь в ловушку попасть. А, да, да, Мокеш на современном иврите, это Мокеш на современном иврите, это мина. Так, ну, в общем, некая засада, да. Нарваться на мини. Ага, да, порядок. В общем, чтобы не нарваться, да. Да, а как это зависит, как это связано со словом, со значением стучать, почему-то я вот это вот значение нашел и выписал, хотя, в общем-то, по смыслу тут именно, чтобы не попасть в засаду, чтобы не быть пойманным. Да, но смотри, с другой стороны, клей Акаша это перкашин, это ударные инструменты. Да, да. Ну, понятно. Так, будем надеяться. А Мокош, это колотушка, по-моему, что-то типа этого. Угу, угу. Так, да, любопытно. Так, ну все, спасибо. Спасибо вам. Приходите еще. Значит, Окей. Да. Спасибо. Да, всего доброго, счастливо, счастливо. Еще раз. С наступающим месяцем. Элуль и с наступающим новогодием. Пока. 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 Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok